Наверняка многие, если не играли, то хотя бы слышали о серии Age of Empire. Наряду с цивилизацией, вместе они являются главными играми, где мы проводим какую-то народность от доисторической до более современной эры. Конечно, не раз и другие компании пытались создать нечто подобное, чтобы получить и свой кусок славы. Многие прокалывались, но некоторые находили свое место в этом мире. Как это сделала игра Империя Земли в 2001 году? После чего спустя 4 года была выпущена и вторая часть, которая в принципе отличалась лишь улучшенной графикой и некоторыми нововведениями. Потом подошло и дополнение, опять же добавляя кое-что новое. Главным с чего для меня являлась русская компания. Вот как раз о дополнении под названием Искусство Превосходства мы и поговорим. Какой-то глобальной истории нет. Нет, в компании мы должны взять под управление одну из стран и выполнять череду заданий и привести ее к господству, покорив всех остальных. Но тут главной считается свободная игра, где мы делаем в принципе то же самое, но не в тех временных рамках, что обусловлено сюжетом. Вроде у России это война с Наполеоном, а от каменной до синтетической эры. Компания пущу, там все обыденно и негде развернуться, хотя русскую сыграть можно, свое родное как-никак. И перейду к свободной игре. Процесс создания мира разбит на несколько подгрупп. Ресурсы, климат и много чего. Но главными среди них являются. Размер мира, от маленького до огромного. Понятно, что чем больше мир, тем больше скорее всего придется играть. Количество других народов и их уровень сложности, от которого зависит не сколько ум противника, сколько его возможность быстрее производить юниты и исследовать технологии. На легком все это он будет делать медленно, а на сложном очень быстро. И распределение ресурсов по мировой карте, то есть равномерно или кому бог пошлет. То есть в таком случае мы вполне можем начать или на пустой локации, или в россыпях золота, камня и всего другого. Создав мир, можно начинать его покорять. И если вы не играли в первую часть, то желательно пройти обучение, так как тут вроде все знакомо. Есть крестьяне, что строят дома, есть ресурсы, что добывают те же крестьяне, которые из них опять же что-то строят. Но также присутствует и парочка моментов, незнание которых может сильно подставить во время становления вашей империи. Что же касается остального, то тут полный стандарт, как в плане управления, так и в плане графики, эффектов и всего другого. Не супер прелести, конечно, но для своего времени смотрелось и выполнено было все на твердую четверку по пятибальной системе. Какой бы мир мы не создали, весь он будет поделен на несколько десятков территорий, в зависимости от его размера. Кроме водных просторов, они ничьи. Территории могут принадлежать нам или другому игроку, а также быть нейтральны. Для того, чтобы стать владельцем кусочка суши, необходимо построить на нем городской центр, и граница нашей империи станет больше. Естественно, для захвата чужой местности предварительно необходимо уничтожить центр врага. После можно приступать к постройке необходимых строений, университетов, храмов, казарм, и ванпостов. Кстати, тут хорошо зарекомендовала себя идея китайцев о Великой Стене. Дело в том, что все наше государство вполне можно обнести каменной стеной, построить башни, врата, и можно жить более-менее спокойно. Никто не будет шастать по нашей земле. Увеличили территорию, строим опять стены по границе, соединив их со старыми. Ну и конечно, в таких играх не обходится без ресурсов. Тут их можно поделить на два типа. Первые – это постоянные, то есть те, что понадобятся нам на протяжении всей игры. Это еда, лес, камень, золото. Добываются крестьянами, которые затем тащат их в центр или на склад. Кстати, если в эти здания загнать еще рабочих, то они будут увеличивать количество поступающих ресурсов от тех, кто их приносит. Причем во многие здания можно и нужно кого-то помещать, чтобы они работали. Или работали эффективней. Так крепость станет мощнее стрелять, а университет приносит больше тех на очков, хотя в нем все равно нужен хотя бы один человек. Второй вид ресурсов – это заменяемый. То есть в процессе эволюции нам на своих этапах будут необходимы дополнительные ископаемые. Такие как олово, железо, нефть. Но понятно, что в Железном веке нефть человеку неизвестно, а в современном вроде как не нужно олова, в игре имею ввиду. Поэтому еще две строчки в графе ресурсов будут меняться, в зависимости от эпохи. Процесс превращения человека от древнего с копьем до сверхсовременного с бластером разбит на 15 эпох. Для перехода с одной на другую нам необходимо исследовать 6 технологий из 12 этого времени, и после можно нажимать на повышение. Но тут кроется краеугольный камень. Дело в том, что если мы что-то не изучим, то в будущем эта наука станет для нас недоступной, и мы в принципе можем относительно быстро дорасти до 15 уровня и начать строить роботов. Но если изучить все, а наука тут поделена на три категории – военно-экономическая и глобальная, то есть для всей империи. И что-то увеличивает хп бойцов, что-то дальность выстрела или увеличение прироста ресурсов. То эти роботы будут сильнее и более живучие, плюс наша страна будет производить их быстрее, как и собирать ресурсы. Вот тут и кроется тактика. Быстро улучшаемся и идем громить роботами рыцарей врага, ведь они во много сильнее. Но если он отбился и сам дорос до хотя бы современной эры, то нам уже придется тяжко. Компьютер, кстати, приверженец этой тактики. И можно, захватив тройку локаций, засесть в оборону. Главное, чтобы с ресурсами повезло и все они у нас были. Пусть он штурмует наши стены танками, когда у нас еще будут пушки 19 века. Зато потом мы сомнем его в два счета. Это я говорю, если мы играем на более высоком уровне сложности. На легком он в любом случае будет отставать. Для изучения науки необходимо техно-очки, которые вырабатывают миньоны в университетах и жрецы в храмах. Тут же отмечу, что при переходе все строения улучшаются автоматически. И вот та же башня уже не пускает стрелы, а палит ядрами. Да и стены стали крепче. С юнитами похожая история, правда часть из них все равно имеет некий предел. Те же лошадки будут развиваться, но кавалерия все же потом станет ненужной. То же самое с парусными судами. А вот пехоте повезло больше. Купив в древности мечника, он пройдет все этапы и станет в конце бегать с бластером. Есть тут и герои, которые делятся на три типа. Военный лидер, экономический лидер и имперский лидер. В уровнях они не растут, но переходят из эпохи в эпоху, становясь сильнее. Плюс имеют свой набор умений, который сам меняется со временем. Ну и если мы преуспеваем в каком-то деле, торговом, военном или управленческом, то сможем получать какой-то баф на выбор, пока нас не сместят в этом направлении. Довольно неплохая игра на пару вечеров, или на больше, если найдете с кем поиграть по сети. Особенно понравится тем, кто любит стратегии как Age of Empire. Но и других заинтересует как минимум на одно прохождение, ведь интересно же узнать все этапы эволюции в представлении разработчиков. Спустя некоторое время вышла третья часть, но об этом в следующем видео. А на этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!